Давно, давно, друзья, не были мы в Термесесе, или Телмесе, не путать с Термесесом майор, большим или минор, малым, о которых мы говорили и который большой Термесес мы уже показывали. Это курортная Фитхие, и перед нами одна из самых странных гробниц, я сейчас сразу высоту вот этого вот сегмента постамента покажу, 50 сантиметров, и чтобы вы применительно к моему росту, тоже продемонстрирую вам, вот видите, насколько это высокое. Мы можем это не принимать за ступени, допустить, что это у нас периптер, что это у нас ярусы, этажи, не этажи, действительно, ярусы основания античного храма, который якобы может это символизировать, и точно так же, что это вход в античный храм. Сейчас мы покажем особенности, и попытаемся продемонстрировать вам некоторые нестыковочные, совершенно не совпадающие моменты с тем, как это рисует, что это представляется обычной, казалось бы, фасадной гробницей, коих, например, я много видел в Иорданской Петре. Спасибо, Олег. Вот применительно, то, что это не наш размер, размер я уже мерил, двери входной группы у нас 4 и 2, 4,20. Кристин, ты снимаешь, да, я хотел тебя попробую встать к двери, а вот, я даже видно, вот, чтобы вы увидели, 4,20 вот не там, где Кристина стоит, а вот этой самой двери доверху, она у нас даже не помещается, вот. У тебя рост, Кристин? Метр семьдесят, мы стоим одного роста, вот. В чем особенность такого прохода, да, он классический, действительно встречающийся в храмах, вот эти 4,2, это высота, но нам говорят, что это гробница. Мы же с вами, мало того, что видим внутри гробницы уже плохое качество выборки, совершенно не подготовленные, это, по сути, да, не саркофаги. А просто кривоватенькие ниши для трех тел, вот с таким вот эхом, но мы должны понимать нам, как говорят, что тут была заглушка и входила дверь. Ничего подобного, мы с вами это опровергнем, никакой заглушки здесь не было. Вот эти сегментированные, вот эти фрагменты, как будто это блямбы на двери металлические. Они у нас изображены, вот посмотрите внимательно, дверь была, заглушка какая-то, но она вот так вот, видите, туда вот уходила, как будто бы сюда задвигалась вбок. И, возможно, она сделана позднее, потому что ее качество несоизмеримо с выборками, они должны были сохраниться, а здесь очень плохое, криво пробитое все. С выборками вот этих удивительных внешних сторон фасада, потому что все углы вы видите, все замечательные линии, хотя и порчены уже временем. Но больше того, здесь у нас элементы, вот, например, или вот утраченный элемент декора, который продолжался, то есть у нас разрушено в данном случае, кто-то пробивает нишу, а уже потом в ней создает гробницу. А изначально перед нами лишь вот этот фасад, но это еще мелочи, и даже это, да, там великолепный потолок, который имитирует, как будто у нас деревья, как будто имитирует. Да там как бы гробницы такие же, но и мы к ним не залезем нормально, который имитирует, как будто это дерево. Вот присмотритесь, пожалуйста. Но еще наиболее интересное, это тема наращивания, которую мы здесь уже озвучивали. И я в конце еще два маленьких видео покажу о наращивании. Вот смотрите внимательно, из чего состоит наша колонна. Колонна – это условно раствор с различными камнями, вот. Внутри него для экономии помещен щебень мелкий, где-то крупный, ну такой нефракционный, самый разный. И вот здесь даже видно, как шел инструмент, вот на нем остались следы. И я думаю, что вот эти вот полоски, вот так вот вы видите, сейчас приближу. Вот, очень хорошо видны полоски инструмента, который у нас проходил и выравнивал сразу. Если бы вы скалывали это вот так вот вручную, у вас бы этот камушек просто бы выдолбился и все, вывалился. Как многие сейчас от эрозии. Здесь мы видим самые разные породы, откровенно просто скрепленные в наращенную колонну. Вы видите, насколько они различные. Очень четко камни в растворе. Это не реставрация, это тот древний оригинальный, оригинальный оригинал, то древний оригинальный, что у нас уцелело осталось. Да, они вырезали по периметру нишу, возможно фрагменты, элементы вырезали. Потом же они каким-то образом, мы уже увидели с вами, произвели вот такое, ну действительно, объективное наращивание породы. Вот, камни сюда установились. В общем, удивительное место, друзья. Фитхие, конечно, Телмеса с обязательным посещением, потому что он очень интересный. И даже если вы не верите на ступени того, кто заходил в эти двери, это ступени именно для этого размера, но в условные двери этого портала, то мы очень много их показывали, объективно существующих. Потому что здесь, что было тогда изначально, мы вообще не знаем. Но мое мнение, что гробница внутри слишком качественно отличается от всего. И она, это вторичное использование вот этого даже не сооружения, а какого-то шедевра. Отрабатывали модели, условно говоря, опять, как и в петле. До встречи на канале Забытые Руины. Да, во-во-во-во, я же в прошлый раз это показывал, в этот раз за... Это же инструмент четко прошел. И это не кирка. Вот у нас расстояние... Тут сколько, Кирилл, сколько? Метров 5, наверное, до нее. Ну, метров 5. Вот смотрите, там точно никто не махал киркой. Да там нигде ты не встанешь. Это только огромный инструмент, который спокойно выбрал. И он... Вот такое ощущение, что это будет сырье, когда это... Вот давайте, выскажите мнение, только с микрофоном. Вот вы уже пообсудили здесь, давайте. Вот Кирилл, участник многих-многих разных экспедиций. Вот посмотрите, след видим от... Ну, мы предполагаем, что это ковш роторного экскаватора. Ну, для роторного... Аналог, аналог. Маловат немножко. Ощущение, что он сделан по-сырому. Что они, может быть, по-сырому это все выгребали отсюда. То есть, ну, это просто мазанул ковшом. Потому что вот выгреблено отсюда здесь все аккуратно, потом выровнено. А, случайно задел. Погрешность. Ну, погрешность, да. Там мазанул, был нетрезвый. Ну, естественно, после обеда уже было дело. Вот он после обеда... Пятница вечер, да. И он маханул ковшом, как бы несколько... На Венеру торопился, к Венере лететь. Ну, да. На Марс к Венере своей торопился. Ну, и вообще, то есть, вот смысл этого сооружения, он в принципе непонятен. То есть, мы не знаем очень многих нюансов, которые булькали в голове у людей, которые здесь жили и это строили. Потому что там мы можем видеть три лежаночки на людей полутораметровой высоты. Да. Вот. Если, конечно, не урны там стояли. Вот. Ну, там с подголовниками как бы лежаночки. То есть, ну, внутри никто не запаривался. Снаружи сделали помпезно, пафосно. Хотя вот, как бы, заливочка, все это не точили колонны. Все по-простому. Но, тем не менее, пафосно и смотрелось все хорошо. Олег, есть тебе что добавить? Да. Вот давай. Олег, канал. Может быть, ты уже... Может, всем привет, друзья. Ну, вот Максим, наверное, уже показывал то, как мы видим здесь наращенные вот эти вот колонны. И вот с этой стороны тоже вот мы можем наблюдать, вот посмотри, что вот здесь тоже вот эта вот часть, которая... Фасадная. Фасадная, да. Она тоже состоит из какого-то колонны, щебенки. Видно, что это камень. И от створа. Что камень, он не окатыши это. Это какие-то рубленные куски, как щебенка. Вон она. Может быть, была какая-то реставрация здесь проходила. Может быть, еще вот вон они. Видишь, какие вот... Такая фракция, как будто она склеилась. Ну да, вот это уже не галька. Ну, не галька. Вот это не галька. Ее прям следует. А вот похожая такая была в этом... Где Сиде в городе. Ну, Сиде все-таки там галичность у нас в основе. Вот здесь прям хорошо видно. Как будто какой-то песчаник с камнем склеенный. Ну, это не песчаник даже здесь. Это не песчаник. Раствор-то не песчаниковый вообще другой. Но камни все битые. Мы к тому, что это отработка. Вот если ты выбираешь крошево совершенно верно, вот эта часть скалы, у тебя остается материал, ты его используешь для наращивания. То есть, да, камень использовался не галька, которая вот обычно речная или морская накатанная. А то есть камень как будто вот как у нас вот... Ну, щебенка у нас колется, и дробленые. И подготавливают нужную фракцию. Ну, вот, в общем, друзья. Спасибо, Олег. Вот, друзья, мы опять задаемся вопросами. Как бы ответы у нас есть, но ответы опять уходят в плоскость исключительно высокотехнологичную. Роторный, что там, роторный экскаватор, чик, небольшой, да, предполагаем, там еще условное что-то. Ну, зачем-то вот, да, вот... Но высокие технологии сюда, в нашем случае, даже не загонишь. То есть, какой роторный экскаватор станет у нас... Давай, надо бафить. Смотрите, друзья. Давай покажем еще раз. Давай, 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 давай. Вот эту часть, то есть, смотрите, может быть, здесь. Изначально они хотели здесь начать делать, то есть, по ширине. Но потом по какому-то причинам там прораб сказал, «Нет, ты что делаешь? Давай сейчас ты бери немножко сюда». То есть, он начал здесь заход, может быть, с этого центра. И хотел уже туда углубляться. А потом ему сказали, что «Ты что делаешь, Вася? Ты что делаешь? Давай чуть ближе». Еще есть вариант, что им понадобилось, немножко не хватило породы. Ну, вот не хватило, вот колонны не хватает, надо буквально на пол ковшика называется. Я оставляю экскаватор, да. Пришел, не, ну, здесь у нас погрешности, мы в античности встречаем. Нигде не бывает сооружений, они почти идеальны, но именно в этом почти кроется и наша функция найти что-нибудь эдакое. Здесь все, это ошибка. Ошибка, да, но больше похоже на ошибку, согласен. Конечно, бывает, бывает. Ну, да. Пойдемте, у нас впереди здесь спит прекрасный Талмесос под современную Фетхие. Мы не знаем, насколько объемный это город, но бухта, конечно, сказочная. До встречи на канале «Забытый рынок», канал так строили, и у Кирилла канал так ехали. Потому что Кирилл наш бессменный водитель. Кирилл.